Музыка Можно не лечить насморк, он возможно пройдет сам. Можно не лечить гастрит, он вряд ли пройдет вообще. Но вот лечить язвенную болезнь все-таки надо, чтобы не попасть в пиковую ситуацию, когда где-нибудь в лесу или на море вам потребуется экстренная операция. О мужской болезни в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Доктору. Скорее готовьте ваши телефоны, потому что сегодня в нашей студии доктор, который знает все. А знает он все, потому что он врач-терапевт. У нас в гостях сегодня Олег Футенков, главный внештатный терапевт Самарской области. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Пожалуйста, звоните к нам в студию, задавайте вопросы. Я же правильно сказала, что терапевт знает все? Ну да, он старается знать все. Добрый вечер. Мы сегодня хотим поговорить о язвенной болезни, но, Олег Вениаминович, если вы не против, я вот сейчас прямо с самого начала, чтобы потом не отвлекаться, сделаю небольшое отступление. Не могу не спросить вас по поводу того, что, ну все же знают, читали, что уже четвертую неделю в России в данный момент идет резкое увеличение заболеваемости коронавирусом, в Самаре тоже? К сожалению, да, коронавирус становится, в общем, данностью нашей жизни, и поэтому расслабляться совершенно не стоит. Какие перспективы? Будем ли мы возвращаться к тем мерам предосторожности, которые уже немножечко подзабыты вот за последние месяцы? Обязательно будем, и маски никуда не прячем, оставляем их у себя в портфелях и сумочках. Но поскольку сейчас он, в общем, только-только начался этот рост, то можно ли еще уберечь себя посредством вакцинации, или уже поздно делать прививку? Обязательно. Надо пойти в поликлинику по месту жительства. Я знаю, что в Самарской области более 200 тысяч доз вакцины приготовлено, вот, и нужно срочно сделать прививку. Я хотела еще спросить вас про ревакцинацию. Прочитала где-то недавно в сетях, что сейчас врачи рекомендуют делать ревакцинацию вторым компонентом спутника ВИ. Это так? Это ошибочная информация. Ревакцинацию у нас делали спутником ЛАЙТ, но я вот сейчас в последнее время слышу информацию, что спутник ЛАЙТ отсутствует в лечебной сети. Поэтому предлагается первый компонент спутника ВИ. И это правильно. И ревакцинация также через 6 месяцев. Да, совершенно верно. Ну и еще, уж простите, но не могу даже не спросить, в Нидерландах вот буквально недавно началась впервые профилактическая вакцинация против оспа обезьян. Будет ли все-таки вспышка ее в России, что считает медицинская сообщество? Вспышку в России мы не ожидаем. Ну, во-первых, потому что старшее поколение у нас привит от оспы. И у нас у всех на плече есть отметина этого укола, который сохраняет пожизненный иммунитет. Поскольку вакцинов Российской Федерации существует, то я думаю, что вспышка будет предотвращена началом массовой вакцинации, если это понадобится. Пока такой необходимости, судя по данным Росздравнадзора, нет. А получается, что такую прививку делали только в нашей стране, больше нигде? Ее делали везде. Насколько я знаю, что именно благодаря вакцине, которая была предоставлена Советским Союзом повсеместно, оспа и была побеждена во всем мире. И, в общем, это считалось уже давным-давно побежденной инфекцией. В общем, удивительно, что вот сейчас произошло оживление ее нового штамма. Но, тем не менее, насколько я знаю информацию, вот та вакцина, которая действует на оспу в целом, она эффективна и против этого вида штамма. Таким образом, ну, опасений каких-то я не испытываю. Ну и, наверное, последнее о вирусах. Еще и вернулся к нам грипп, которого мы два года уже подзабыли. Когда стоит задуматься о прививке от гриппа, вот сейчас, наверное, еще рановато, да? Ну, я думаю, что конец августа, начало сентября, подходящее время, потому что для того, чтобы вырвался иммунитет после прививки от гриппа, нужно еще где-то месяц. Поэтому, если сделать в конце августа, то на весь эпидемический сезон защита будет обеспечена. Итак, если вы опоздали к началу программы, напоминаю, что сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Олег Втенков, врач-терапевт, главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области. И мы сегодня говорим о язвенной болезни. Я нашла в интернете два кардинально разных портрета язвенника. Вот первый, прям цитирую, это мужчина средних лет, худой, с недовольным выражением лица, часто морщится, крайне разборчив в еде. И второй, совершенно обратный, компания других язвенников, это курящие, любящие поесть, выпить, повеселиться. Где истина вообще? Каков портрет язвенника на самом деле? Да вы знаете, я бы так не сужал, вот действительно, до каких-то портретов. К сожалению, язвенной болезни подвержено достаточно большое количество людей, которые, прежде всего, ведут неправильный образ жизни. Есть так называемые факторы защиты слизистой желудка и факторы агрессии. Так вот, факторы агрессии в основном носят привнесенный характер. Начиная от инфекционного фактора, он называется хеликобактер пилори, и заканчивая нарушением режима, количества пищи, ее характера. Вот, как правило, мы, к сожалению, сами эти факторы агрессии внедряем на слизистую оболочку желудка, и это приводит к язвенной болезни. Я вот, кстати, не соглашусь с вашим первоначальным высказанием о том, что гастрит не нужно лечить. К сожалению, гастрит, который у многих из нас существует... Я сказал, можно не лечить. Я считаю однозначно, что его нужно лечить, и он успешно лечится. Вот именно гастрит является предвестником язвенной болезни, как бы даже этапом, и поэтому уже при появлении его симптомов однозначно нужно обратиться в врачу, пройти обследование и пройти комплексное лечение. Если это тем более связано с геликобактер пилори, то возможна эрадикация этого инфекционного агента и улучшение состояния однозначно. Учитывая то, что гастрит есть у каждого второго, если не чаще встречается, то вас ждет очередная волна нашествия пациентов, если мы сейчас все пойдем... Я думаю, что гастрит можно обследовать и пролечить в амбулаторных условиях, и таким образом мы успешно эту волну победим. Почему все-таки язвенная болезнь предпочитает мужчин? Или это тоже неправильно? Я думаю, что это тоже какой-то стереотип, не имеющий под собой каких-то оснований. Но раньше это связывалось с тем, что мужчины чаще курят. К сожалению, сейчас я вижу, что статистика изменяется. Сейчас, на мой взгляд, уже мужчины меньше курят, а женщины преобладают. Это, в свою очередь, раздражает действию желудка и способствует наряду с инфекционным фактором язвообразования. Все-таки корни, наверное, в образе жизни, который мы ведем. Можете объяснить механизм образования язвы желудка? Ну, традиционно сейчас считается ведущим фактором инфекционный, когда инфекционный агент Helicobacter pylori заселяется в слизистую желудка и в процессе своей жизнедеятельности поражает ее, вызывая образование язв. Ну, это первый механизм. Второй механизм – это, конечно, гиперсекреция соляной кислоты, желудочного сока, который тоже при ослаблении факторов защиты вызывает раздражение и язвообразование. И таким образом, вот комплекс этих мероприятий, ну, сюда можно добавить от плохого настроения до стрессов и так далее. Все это способствует курению, способствует агрессивному воздействию на слизистой оболочке, достаточно нежной слизистой, которая поражается, изъязвляется и приводит к заболеванию. Вот, если честно, я не очень понимаю, каким образом курение может влиять на язву желудка. Ну, легкие, понятно, да, через них выдыхают. А желудок-то каким образом? К сожалению, в дымах, которые образуются при курении, сигарет там и прочих каких-то продуктов нагрева, смешивают со слюной, и зачастую я вижу, что курильщики натощак курят. И вот эти вот продукты, а продукты там не только горения, они содержат, я знаю, от солей тяжелых металлов до канцерогенов. Они попадают на слизистую оболочку желудка, и мало того, что они способствуют язвообразованию, то еще и обусловывают перерождение слизистой и вызывают рак желудка. Очень опасное осложнение язвы и болезни. Поэтому я бы категорически не советовал курить вообще, в принципе, а как бы больным с язвой болезнью особенно настоятельно рекомендовал бы отказаться от этой вредной привычки. Вы два раза уже назвали хеликобактер пилори. Вот на слуху, конечно, это название. А что это за загадочная такая бактерия, которая вообще откуда она берется, и как ее не получить? Ну, не получить, наверное, невозможно. Инфекционный агент в нашей жизни, к сожалению, она берется из внешней среды, и передается от человека к человеку, с животными продуктами. Это наша данность, но ее легко обнаружить. Существуют специальные тесты, которые врачи используют в диагностических целях. В том числе можно при фиброгастроскопии исследование слизистой желудка провести. Благо то, что при обнужении хеликобактер пилори возможны лечебные методики, которые позволяют этого хеликобактер пилори полностью уничтожить. И она не факт, что не вернется вновь? Она, конечно, может вернуться, но ее опять можно вылечить. Язва бывает ведь не только желудка, правильно я понимаю? Да, конечно. Может быть, и нижней лежащих отделов. Например, 12-перстной кишки? Может быть, 12-перстной кишки. Нет. Ну, естественно, что язва образования может быть в любом отделе кишечника. Все зависит от того, собственно, какое заболевание будет у пациента. Действительно ли, что при язве 12-перстной кишки боли пациента гораздо сильнее, нежели при язве желудка? Силу болей мы, наверное, не сможем измерить у различных пациентов. Но мы можем сказать о том, что различаются жалобы на время возникновения этих болей. Если пациент болен язвой желудка именно, то боли он, как правило, начинает испытывать сразу после приема пищи. Через 30 минут, полтора часа после приема еды. А вот если язва локализуется в луковице 12-перстной кишки, то боли в основном носят голодный характер ночной, когда человек, естественно, не принимает пищу. Вот в этом есть отличие. И вот такого рода связь с приемом пищи уже должна насторожить и заставить обратиться к врачу. Могут ли язвы быть множественными и одновременно, и в желудке? Да, могут. Мы называем их в этом случае чаще всего эрозиями. Их может быть достаточно большое количество. Я вот упоминал еще и о стрессовом факторе. Как правило, на фоне переутомления какого-то мы обнаружим его. В 12-перстной кишке так вообще язвы, как правило, две сразу образуются друг напротив друга и взаимодействуют. Это вот даже диагностический признак есть. К сожалению, это имеет место быть. Мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. И после этого продолжим разговор. В России идет рост заболеваемости COVID-19. В минувшие двое суток он составил почти 50%. Средний показатель превышен в 17 регионах. Жителям Самары доступны электронные рецепты. Врачи выписывают их в информационной системе при оформлении карты пациента. Медработник также может проанализировать информацию о предыдущих назначениях. Самарские врачи спасли зрение 10-летней девочки с травмой глаза. Ребенок получил кровоизлияние от пульки и грузчичного пистолета. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Требуется наблюдение офтальмолога. В России будут быстрее диагностировать наследственное заболевание у новорожденных. Минздрав изменил схему проведения исследований. Уже к восьмому дню жизни ребенка можно будет проверить информацию о генетической предрасположенности. За первые полугодия 2022 года грибами отравились 35 жителей Самарской области. Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан быть особо внимательны, во время тихой охоты. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в студии главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Можно позвонить к нам в студию, если у вас есть вопросы. Мы говорим о язвенной болезни. И вопрос такой, кстати, у многих возникающий. Можно ли получить язву от активного приема препаратов, которыми лечат какие-то другие заболевания? К сожалению, да. На первом месте я бы поставил ацетилсалитиловую кислоту, аспирин, кортикостероидные гормоны, бесконтрольный прием, которые нестероидные, противовоспалительные средства. Бесконтрольный прием их может привести к язвообразованию. И мы это видим, к сожалению. Сейчас некоторые препараты запаковывают в специальные оболочки. Это делается для того, чтобы защитить желудок или нет? Да, совершенно верно. В таком случае они растворяются в нижнележащих отделах желудочно-кишечного тракта. Но проблема состоит в том, что нижнележащие отделы желудочно-кишечного тракта тоже требуют о себе заботы. И поэтому лучше все-таки не использовать бесконтрольно такого рода препараты, а использовать назначение врача. Еще уточню, знаю, что особенно пожилые люди при приеме большой таблетки, которая в оболочке, проглотить ее сложно, ее разламывают. Это снижает уже защиту, получается? Если оболочка нарушена, то препарат растворится в желудке и будет воздействовать непосредственно его слизистую, вызывая риск образования язвенной болезни. Поэтому все-таки лучше использовать препарат так, как он назначен врачом и в той упаковке, которая выпущена заводом. И как-нибудь уж постараться ее проглотить. Да, действительно. Я вам сегодня разные мифы предлагаю на обсуждение. Вы так активно их все развенчиваете. Ну вот еще один. Нашла, что обнаружена связь язвенной болезни с группой крови человека. И что наиболее язвенной считается первая. Я всегда на вот такого рода доводы ваши говорю, что, к сожалению, пока вот научно обоснованных исследований, много центровых, когортных, плацебо-контролируемых, когда исследуется много тысяч человек, я, к сожалению, с такими исследованиями не знаком. А какие-то, ну, в общем, статьи, которые ссылаются на другие факты, отсутствуют. И поэтому, в общем, ну, наверное, пока этот факт не доказан, вот, и люди с этой группой крови могут совершенно спокойно существовать. Хорошо. Ну, а все-таки говорить о наследственной предрасположенности в этом плане можно? Вы знаете, наследственная предрасположенность у нас вообще связана, наверное, с любым заболеванием, да. Но то, что касается язвенной болезни, желудка, двенадцатиперстные кишки, я бы с самого начала указал на нашу личную роль в этом. Все-таки вот эти факторы агрессии, которые мы уже с вами сегодня перечислили, они, к сожалению, в наших руках, и мы творцы чаще всего сами этого заболевания. Ну, геликобактер пилори, конечно, тоже присутствует как фактор, но, наверное, наиболее значимый. И его просто нужно вовремя выявить. И, кстати, сейчас время подходит к концу лета. Известно, что осенью и весной это заболевание обостряется, как правило. Поэтому ничего не мешает в планном порядке в конце августа или в августе пройти обследование у врача, сделать фиброгастроскопию, из геноскопии желудка и двенадцатиперстной кишки, и в том случае, если есть язвные дефекты, пройти превентивное лечение. Ну, или если в анамнезе есть такого рода проблема, то я напоминаю о нашей диспансеризации, диспансерном наблюдении. Оно существует, сейчас, к счастью, ковид-ограничения сняты, поэтому милости просим в нашей поликлинике. А диспансеризация чем может помочь в обнаружении гоноза? В данном случае диспансеризация может выявить общие признаки хронических неинфекционных заболеваний, в том числе какие-то жалобы, которые позволят пациента направить на диспансерное наблюдение к своему участковому врачу. Ну вот смотрите, самый популярный метод лечения у большинства. Почувствовал себя плохо, что-то заболело в животе. Бежим в аптеку, спрашиваем, есть ли что-то от желудка. В аптеке непременно что-нибудь предложат. Человек выпил таблетки, стало ему полегче, он их забросил в домашнюю аптечку, и все хорошо. Когда стало уже совсем плохо, начинаем обзванивать знакомых, а нет ли у вас хорошего доктора для желудка. Ну а, собственно, вот при каких симптомах уже прямо вот нужно бежать к врачу? Я могу еще и хуже историю рассказать. Становится плохо, появляется изжога, человек берет столовую ложку соды, ее выпивает, и думает, что ему стало легче. На самом деле вот сода так вообще не облегчает состояние, только усугубляет. Я думаю, вы сейчас шокировали многих. Я категорически против употребления соды при изжоге, однозначно нужно использовать какие-то лекарственные препараты, которые доступны без рецепта, либо выписаны врачом, которые обладают обволакивающими свойствами, и вот именно ими нужно купировать изжогу. Ну а купирование изжоги – это отнюдь не излечение язвенной болезни желудка, сперсной кишки или гастрита, это только лишь купирование симптомов этих заболеваний. И если их не лечить, то все может осложниться. К осложнениям язвенной болезни мы отнесем кровотечение, это очень опасное осложнение, это может быть, я уже сказал, перерождение в рак, это может быть пенетрация, это может быть различные роды стенозы. Вот чтобы такого рода осложнений не было, и как бы обезопасить себя, можно только путем обращения к квалифицированному врачу. Ну, прежде всего, надо обратиться к своему участковому терапевту, при необходимости стационарного лечения, у нас есть специализированное отделение гастроэнтрологии, в том числе, кстати, и в клинике, которую я возглавляю в аккаутерской терапии, врач при необходимости даст направление стационарного лечения, и мы предотвратим развитие этих осложнений. Ну, а все-таки какие в области чего, какие боли-то должны быть, чтобы наступить? В эпигастральной области появляются боли, которые могут отдавать в живот, куда-то еще. Вот боли у человека быть не должно, если только они появляются, сразу нужно обратиться к врачу. Ну, сколько-то, наверное, все равно можно потерпеть. Я против. Вы, доктор, напоминаю еще раз телефон прямого эфира 202-11-22, еще есть немножко времени, можно к нам в студию позвонить. Вы сейчас сказали, что бывает из-за осложнений назвали кровотечение. Именно это называют прободной язвой или это что-то другое? Прободная язва – это еще хуже. Это когда язвный дефект разрывает стенку желудка, и содержимое желудка изливается в брюшную полость, вызывая острую хирургическую патологию, которая называется перитонит. В этом случае требуется немедленное хирургическое лечение. А почему такое происходит? Вообще причина прободения язвы? Причина – это как раз вот развитие дальнейшей язвы. Все начинается с эрозии поверхностного слоя, слизистой. Постепенно, к сожалению, если язву, язву и болезнь не лечить, она начинает углубляться, проникать в нижележащие отделы, разъедая их, и может разъесть всю стенку желудка. Какой самый эффективный метод диагностики? Вот вы сейчас сказали, что ничего не стоит пойти и сделать фиброгастроскопию. Ну, позвольте с вами не согласиться, но стоит, конечно. И моральных каких-то терзаний не самая приятная процедура. Есть альтернатива в виде рентгеноскопии желудка и желудочно-чищного тракта с барьем, которая тоже позволяет визуализировать состояние слизистой желудка. В таком случае вот этих вот моральных страданий будет меньше. А по поводу альтернативных методов, например, осмотр радужки предлагают где-то, что-то еще может быть? Всегда интересно посмотреть на радужку пациента, но, к сожалению, с язвой болезнью это не поможет диагностике. Не информативно. Совершенно не информативно. Тут еще есть проблема, наверное, не столько в одной диагностике, в том, что, например, при эндоскопических методах исследования сейчас существует возможность еще и взять биопсию непосредственно кусочки ткани из язвенного дефекта, таким образом исследовав их с помощью цитологии и выяснить, нет ли осложнения в виде перерождения ткани в рак. К сожалению, мы с этим тоже встречаемся. И еще один момент заключается в том, что в процессе эндоскопии зачастую язвенные дефекты, особенно кровоточащие, обрабатываются различными лекарственными веществами, гелиньонным лазером и, соответственно, ускоряется заживление этого язвенного дефекта. Поэтому получается эффект три в одном. Мы не только исследуем, но и лечим пациента сразу. Поэтому я бы рекомендовал больным, особенно с язвой болезнью в анамнезе, пройти это исследование. Но это же, наверное, не везде делается. То есть, если ты приходишь на простое обследование ФГДС, вряд ли тебе там что-то будет добры. Это стандартная процедура. Это стандартная процедура. И в том случае, если есть, например, подозрение на кровотечение, то гемоостаз выполняется в процессе этого исследования. Ну, вполне понятно, что человек в последнюю очередь думает о каких-то оперативных методах лечения. Все-таки какой стандартный метод лечения, медикаментозный, амбулаторный, стационаре нужно находиться? Ну, вот прежде чем заниматься лечением, давайте все-таки начнем с каждого из себя, что все-таки стоит нормализовать наш образ жизни, который чаще всего нарушен у этих людей. От курения мы уже отказались. Вот я предлагаю отказаться от мягкого, теплого, белого хлеба и перейти, например, на белый сухарий. Совершенно естественный природный антоцит, который позволяет вот то избыточное количество желудочного сока, который чаще всего присутствует у больных, связанный с болезнью желудка, связать и чувствовать себя удовлетворительно. Не случайно, наверное, вот за границей хлеб подсушивают путем обжаривания и так далее. Вот если есть такая предрасположенность к связыванию, переходим вот на нормальный сжим пищи. Ну, и не нужно забывать, что пищу в течение дня нужно принимать все-таки пять раз, а не один, как мы это чаще делаем. Она должна быть забалансированной, она должна быть, ну, в общем, химически щадящим образом приготовленной физически. Да, то есть если мы будем нарушать все-таки вот эти вот простые правила, то и без геликобактер пилори мы можем заработать, ну, как минимум, это обострение гастрита, как максимум язву. А я правильно поняла вас, что за исключением хеликобактера вы прям львиную долю отводите причин образования язвенной болезни именно питанию? Конечно. Ну, это один из факторов риска. Если человек не щадит себя, круглые сутки работает, забывает о завтраке, обеде, ужине и так далее, если он использует там какой-то фастфуд постоянно, то в любом случае, вы сказали же, и я тоже подтверждаю, гастрит будет сформирован. К сожалению, гастрит – это не наша данность абсолютно, то есть мы все рождаемся совершенно здоровыми, нормальными людьми. Гастрит – это привнесенное состояние слизистой желудка, которое мы усугубляем. А вы встречали людей без гастрита? Почему нет? Конечно, да. Ну, хорошо. Тем не менее, если все-таки уже человек заболел, лечить-то все равно надо? Все-таки какие методы лечения существуют язвенной болезни? В таком случае, ну, прежде всего, если уже язвенный дефект сформировался, я бы все-таки рекомендовал проходить лечение в отделении гастроэнтерологии. Проводится исследование на геликобактер пилори, если она обнаружена, то и эрадикация, возможно, с помощью антибактериальных средств. Ну, и потом используют средства, снижающие секрецию, уменьшающие спазм желудочно-кишечного тракта. И таким образом ускоряется репарация слизистой и наблюдается выздоровление. А когда можно полечиться амбулаторно? А в каких случаях необходим будет стационар? Вот в том случае, все-таки, если язва не носит каких-то гигантских размеров, если речь идет именно об эрозии, поражении поверхностного слоя эпителия, вот в таком случае можно амбулаторно пройти лечение. В том случае, если язва гигантских размеров, если есть какие-то малейшие осложнения ее, кровотечения и прочее, то в таком случае однозначно нужно лечиться стационарем. Когда все-таки человек вынужден будет лечиться оперативно? В том случае, если наступили осложнения. Но если этих осложнений нет, то после стационарного лечения я настоятельно посоветовал бы пройти еще санаторно-курортное лечение. У нас есть шикарные, так называемые, питьевые курорты, где столетиями используются, со времен царской семьи, по-моему, различные воды минеральные для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это касается, кстати, не только язвенной болезни. Там, я знаю, в зависимости от вида вод лечатся и все остальные заболевания хронические желудочно-кишечного тракта, причем лечатся гораздо более успешно, поскольку это естественный лечебный природный фактор. В любом случае, медикаменты, которые мы назначаем, имеют еще и, к сожалению, побочные эффекты. А вот минеральные воды такого рода побочными эффектами не обладают, и я вижу значительное достижение ремиссии на их фоне. Поэтому лечение должно быть комплексным. Начиная от изменения образа жизни, соблюдения диеты человеком, при необходимости амбулаторное и стационарное лечение, а потом санаторно-курортное лечение. В таком случае можно рассчитывать на длительное выздоровление. – Я знаю массу своих знакомых, которые один-два раза в жизни, приехав на минеральные воды, начинают пить их со страшной силой и сразу из всех кранов. И, в общем, это, по-моему, ничем хорошим не заканчивается. – Нужно быть осторожным, да. Прежде чем пить какую-то воду, нужно обязательно прочитать ее состав. Лечебные воды, лечебно-столовые, так называемые, обладают повышенной минерализацией, назначаются только врачом и только на курс лечения. – Если их использовать каждый день в пищу, то, к сожалению, могут быть последствия, связанные с повышенным выделением кристаллов солей, они могут, к сожалению, поражать почки и прочее. Поэтому это небезопасно, и лучше пищу обычную, лечебно-столовые воды, не употреблять каждый день. – Те виды минеральной воды, которые продаются у нас в торговых сетях, они, очевидно, не являются лечебными? – Обязательно нужно посмотреть на этикетку. Если вы обратите внимание, то на этикетке пишется сорт воды. Вот если вода написана «столовая», то мы можем спокойно ее использовать в пищу. Если только появляется слово «лечебная», то однозначно только по рецепту врача. – Тем не менее, они все есть в свободном доступе? – Ну, врач может ее рекомендовать, и человек ее должен где-то приобрести, поэтому она в свободном доступе и есть, но нужно себя ограничивать, да, в таком случае, в желаниях. – Итак, резюмируем тогда. Если я правильно поняла, то не заболеть никакими заболеваниями желудка легко. Для этого нужно всего лишь навсего… – Вести правильный образ жизни. – Это был совет от главного терапевта Самарской области Олега Фатенкова. Большое спасибо за беседу. – Спасибо вам. – Увидимся ровно через неделю. – До свидания. – До свидания. – Субтитры подогнал «Симон»